Это программа День с толком в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Еще не конец. Какие работы проведут на путь-проводе в районе Нового рынка и когда там демонтируют трамвайное кольцо? Рыбалка, которая может обернуться крупным штрафом, в Алтайском крае вводят нерестовый запрет на ловлю рыбы. Алтайская премьера в Барнауле состоялся показ нашумевшего фильма от местных кинематографистов. Итак, начнем. Трамвайное кольцо в районе Нового рынка демонтируют в начале мая. Полностью все работы на путь-проводе на проспекте Ленина завершат до конца июня этого года. Об этом стало известно сегодня на выездном совещании администрации города. Работы будут не связаны с ограничением движения в дневное время. То есть работы по укладке плитки будут проводиться в ночное время. Да, будем в ночь где-то ограничивать движение, но дневного трафика и неудобств это для жителей города не создаст. На объекте еще предстоит укрепить откосы, насыпи, путь провода, покрасить железобетонные и металлические конструкции, уложить на межпутевом пространстве бетонную плитку, обустроить системы водоотведения, провести общее благоустройство территории. Почти 700 миллионов рублей направят на повышение безопасности дорожного движения до 2030 года. Об этом заявил губернатор региона Виктор Томенко. По официальным данным, за прошлый год количество ДТП уменьшилось на 2% число погибших на 17, раненых почти на полтора. Вместе с тем, за первый квартал этого года по отношению к аналогичному периоду прошлого отмечается рост как аварийности, так и числа травмированных и погибших. Виктор Томенко поставил задачу ввести системную работу, направленную на снижение количества аварий и сохранение жизни людей. Также глава региона подчеркнул, что не менее важна профилактическая и информационная работа с населением. В Барнауле для школьников из многодетных семей сделают бесплатный проезд на транспорте. В этом учебном году таким правом ученики смогут воспользоваться с 15 по 31 мая и далее с 1 сентября. Об этом сообщили в Барнаульской гордуме. Важно, что бесплатный проезд будет по именным персональным транспортным картам и только на тех маршрутах, чьи тарифы регулируются администрацией Барнаула. Такие транспортные карты будут действительными при предъявлении ребенком справки о выдаче карты и не подлежат передаче иному лицу. Подать документы на бесплатный проезд можно будет в Комитете по социальной поддержке населения города Барнаула, многофункциональном центре. Также можно обратиться в Центр Трансгорода. Мемориалу славы в Барнауле подарят новую жизнь. Безнеизвестный монумент планируют отремонтировать к 80-летию Победы в Великой Отечественной. Какие еще работы по благоустройству территории планируют выполнить, смотрите в сюжете. Мемориал славы на площади Победы – одно из знаковых и узнаваемых мест. Главный городской символ памяти о павших солдатах Великой Отечественной расположен между улицей Привокзальной и проспектом Строителей. В этом году его начнут благоустраивать к юбилейному Дню Победы. Здесь фамилия есть родственника. Ну, наверное, уже сейчас больше деда, прадеда, но для кого-то, наверное, еще и отцов. И очень важно, преображая такие пространства, мемориальные публиксы, сохранить основной облик. На площади планируют обновить освещение, плитку, заменить бордюрный камень, парковочную зону, тротуар и не только. Некоторые фамилии, размещенные в пантеоне, утратили буквы, их восстановят. Также в планах работы по очистке стеллы и тумб со священной землей городов-героев. Необходим и ремонт стилобата, который объединяет скульптурную группу прощания и стеллу. Здесь планируется немножко по-новому сделать освещение и сформировать зоны. Сегодня мы визуально разбили наш мемориал на зоны. С нами сегодня проектировщики, которые помогут нам сформировать целиком пантеон. Всего на благоустройство потратят около 60 миллионов рублей. Работы планируют начать в середине июня, а завершить осенью. Ирина Корчагина, Мария Костылева. День с толком. Импортные цветы сожгли в Алтайском крае из-за опасных насекомых. Западный цветочный трипс – переносчик опасных заболеваний. Его нашли в хризантемах, завезенных из Казахстана вместе с розами и гипсофилами. Всего в парте 18 тысяч цветов родом из Нидерландов и Эквадора. Зараженные цветы ликвидировали после того, как в Алтайском центре оценки качества зерна провели исследование. Кстати, в прошлом месяце 120 опасных зеленых хризантем из Нидерландов сожгли в Кулундинском районе по той же причине. От них могла заразиться и вся партия в 19 тысяч цветов. Через два дня в Алтайском крае начнет действовать нерестовый запрет на ловлю рыбы. С 20 апреля по 20 мая в Алтайском крае приостановлено любое промышленное рыболовство. Такие меры вводятся в регионе каждый год для того, чтобы поддержать водные и биологические ресурсы, а также усилить охрану некоторых видов рыб. Так запрет будет действовать целый месяц в АБИС с притоками и пойменными водными объектами. С 25 апреля и до 25 мая запрет будет действовать в озерах Алтайского края. И, наконец, с 25 апреля до 10 июня в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края. С 2013 года в России отмечается День местного самоуправления. В честь этого праздника сегодня в Барнауле вручили медали разного уровня. Наградами удостоены порядка 50 жителей края. Сегодня я хочу сказать, что система органов местного самоуправления, их взаимодействие, вот такая их связь. Ведь из 694 муниципалитетов, 691 входит у нас в состав Ассоциации муниципальных образований Алтайского края. Это все сегодня нам позволяет управлять ситуацией. В Институт культуры приехало более 500 представителей городов, районах, округов и сельских поселений. Информационная открытость, готовность идти навстречу и находить способы решения самых сложных задач. Это, по словам администрации региона, отличает органы местного самоуправления. В 23 года работаю уже в органах местного самоуправления, работаем большой командой. В принципе, много у нас сейчас молодежи приходит в органы местного самоуправления, много стажистов. В принципе, уже даже себя с другой работой не вижу. Работаем на благо людей, поэтому вот в таком ключе. Награда, считаю, очень высокая. Это оценка моего труда и всех тех людей, кто мне помогал в работе. В Барнауле идут проверки качества школьного питания. Сегодня комиссия посетила лицея номер 101, где ученики первых-четвертых классов из многодетных семей имеют право есть бесплатно. Также ввели новшества. Перед подачей блюд снимает пробы специальная комиссия. Ребят, которые здесь получают бесплатное питание по льготе за многодетность, более полутысячи. Действует мера поддержки с апреля этого года, а во всем Барнауле она коснулась 4 тысяч человек. Сейчас дорабатывается меню, чтобы блюда были комплексными, сбалансированными, нравились детям и, главное, не уступали по вкусу и разнообразию выбора меню для всех остальных. Снимаем пробу второй раз. Питание горячее, сбалансированное, вкусно. Дети мои питаются. Старший ребенок, который в третьем классе, он более охотно ест. Младший у него есть свои любимые какие-то блюда, которые он ждет. Там вчера у них, допустим, были каша, пшеные блинчики с курагой и творог. Это, конечно, ура. Что-то они рыбу не любят. Оценку питанию в лицее комиссия дала положительную. В ее составе представители Барнаульской городской думы, Роспотребнадзора, городского комитета по образованию, Совета женщин при главе города и, конечно, родители. Мамы и папы могут обратиться к учителю или заучу, чтобы записаться на пробу блюд и убедиться в их высоком качестве. Международный форум иностранных студентов проходит в эти дни в Алтайском политехническом университете. Все участники обучаются на разных направлениях, но параллельно изучают русский язык для свободного общения и жизни в России. Дарья Ирошина продолжит тему. Международный русский язык изучает иностранное студенчество. Гости из Казахстана, Монголии, Афганистана, Индонезии, Африки, Польши собрались в политехе, чтобы поделиться друг с другом тем, что им близко на родине. Я приехала, чтобы учиться русского языка, потому что он мне нужен. Я приехала помогать мальчикам, которые в Барнауле. Они поляки, они ходят в русскую школу, но тоже хотели бы учиться в польской, и я им помогаю. Я бы хотела остаться еще несколько годов, но я не знаю, как поучиться. Эльжбета Анна выбрала тему доклада по профессиональному профилю. Она преподает литературу и рассказала о польских нобелевских лауреатах в этой области. А гость из Африки Мохаммед мечтает стать менеджером и изучает экономику. Сегодня на конференции я буду рассказать о истории Мали. Это мой час. Вместе с моими друзьями буду рассказать о Мали. История, экономика, география и наша партенария в России. Доклады читали очно и по видеоконференц-связи. Среди участников студенты Алтайских политех и педагогического университета, а также Ховдовского государственного университета в Монголии и Вайхайского технологического колледжа в Китае. Это возможность студентам из разных стран познакомиться, поговорить, проверить свои навыки. Мы предполагаем создать некую атмосферу коммуникации, чтобы они могли поговорить по-русски свободно. Во время учебы в России студентам не обойтись без знания русского, который постепенно осваивается в общении с преподавателями, с жителями страны. Для этого форум уностранной культуры организуется уже больше 15 лет ежегодно. Традиционно в программе конференция, во второй день фестиваль национальных культур с песнями и танцами, а также праздник национальной кухни, который состоится 25 апреля. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком. В Алтайском крае проходит месячник «Уступи дорогу поезда». На профилактических мероприятиях школьникам рассказывают о правилах поведения на железной дороге. Так, накануне в стенах Сибирской медиагруппы ученики барнаульских школ в игровой форме узнали о важных правилах безопасности на железнодорожных путях. С подробностями Валентина Аскерова. Находиться на объектах железнодорожного транспорта можно только в сопровождении кого? В сопровождении взрослых хором отвечают дети. В стенах Сибирской медиагруппы проходит нескучный урок на тему безопасность на железнодорожных путях. Ведущие показывают детям отрывки из популярных отечественных мультфильмов, где сквозной темой является «Железная дорога» и задают вопросы. Дети отвечают с большим энтузиазмом. Нельзя бегать по железным дорогам. По железнодорожным путям, абсолютно верно. Нельзя залезать на поезд, потому что ты можешь где-нибудь там зацепиться и уехать очень далеко. Да это-то ладно уехать далеко, а там же еще и электричество. Нельзя бегать по железнодорожным путям. И если ты упал на железные пути, надо немедленно покинуть эту зону. Нельзя заходить на ограничающие линии. И нельзя играть возле железнодорожных путей. Если ты ездишь на поезд, то нельзя бегать. Нельзя перебокзал высовываться. Гол выпал на тайм-старел. И нельзя убивать от родителей на железные дороги. Уроки безопасности на железнодорожных путях проходят не только в стенах сибирской медиагруппы, но и во всех алтайских школах. Главная цель профилактического мероприятия – не допустить несчастные случаи с детьми и подростками. На сегодняшний день у нас в Алтайском крае на всей западно-сибирской железной дороге проходит месяц «Поступи дорогу поездам». Это традиционное наше мероприятие, которое мы проводим ежегодно. Главная его цель, безусловно, – не допущение случаев травмирования детей, подростков на железной дороге. К сожалению, такие случаи у нас есть. Дети получают тяжелые травмы, либо это заканчивается вообще трагедией. Безусловно, это большая боль. Боль наша, железнодорожников, боль тех семей, которые дети получают травмы. Поэтому сегодняшние мероприятия и другие подобные мероприятия, нацелены для того, чтобы таких случаев не допустить. На уроке безопасности школьникам подарили браслеты и раскраски от РЖД. А между тем, акция «Уступи дорогу поездам» продолжается. Специалисты железной дороги и транспортной полиции весь апрель будут посещать алтайские образовательные учреждения. Тем более, впереди майские праздники и летние каникулы. В это время особенно важно напомнить детям, что железная дорога не место для игр. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. И в завершение выпуска. В Барнауле состоялся показ короткометражного игрового фильма «Домой». Его созданием занимались молодые алтайские киноделы. О том, где снимали картину и почему выход произведения в свет чудо, расскажет Данил Кузнецов. В этой песне, написанной горшком, раскрывается любовь к природе, что как нельзя лучше подходит к премьере короткометражного фильма «Домой», который молодежный центр кинематографистов Алтая снял в селе Ая и на территории Бирюзовой Катуни. Дмитрий Шарабарин придумал сюжет буквально за час после того, как стал режиссером картины. Произведение сняли еще в 2021-м. И это вообще чудо, что этот фильм вышел. Помимо того, что сценарий менялся во время съемок, случалось множество форс-мажоров. В центре драматического роуд-муви конфликт отцов и детей. Дедушка уходит из больницы домой, в лес. А Аржан и его взрослая дочь Алтынай, несмотря на разногласия, объединяются для его поисков. Эксперты отмечают, что хоть фильм и собрал много клише, трогает он до глубины души. Особенно поражает игра молодых актеров. Проб не было. Я просто хотела получить автомат по актерскому мастерству, по дисциплине. И нам сказали поучаствовать ради пятерки, поучаствовать в конкурсе стихотворения рождественского. И я заняла какое-то место, я не помню. И там мы как раз познакомились и меня позвали сниматься. Вообще молодежи на съемках было много, поскольку это был один из пунктов гранта. Поэтому коллектив получился не очень опытный. Юные кинематографисты преимущественно помогали основной съемочной группе и занимались организаторскими моментами. В одной из сцен снялись даже школьники. Кстати, помимо Алтайского края, фильм показали в Москве, Горноалтайске и на восьмом арктическом международном кинофестивале «Золотой ворон». Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в это же время на телеканале «Толк». Я напомню, телефон редакции 205-545. Далее о погоде. До встречи в эфире. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов.